Ребята, привет! Смотрите, какая тачка классная! Не классная, а красная! Красная, классная тачка! Блин, Рома, где ты взял ее? Копота, как всегда! Блин, открой капот! Ребята, самый прикол в том, что в этой тачке оппозитный двухцилиндровый двигатель, как на Урале. Вот именно с таких машин их снимают, и поляки любят их ставить на оппозиты. Слушай, тут его и не видно. Вот один горшок, вот второй горшок. Работает хорошо, мягенько. А сам моторчик, смотрите, какой маленький. Вот маковик крутится, а вот уже радиатор охлаждения стоит. Да, это просто улица завоздущая. А, тут воздух гонит, да? Да. Обалдеть! А погазуй! Ну, в принципе, нормально работает. Чуть-чуть, что-то как будто, или это вентилятор такой звук издает. Такой звук глухой. Как будто коленвал, знаешь, немножко болтается. Секра Эрла там написано. Ну, блин, прикольная тачка. Давай показывай водительское место. По Уралу, видишь? Да. Служил его быстренько. А что там, поролон, да? Напитка. Поролонка стоит. Да. На мотоцикле все, е-мое. Обалдеть, какой моторчик маленький. В тепловике эта печка как реализована, так в водике. Заслонки, то есть прогоняет горячий воздух. Ага. И в салон идет, да? В салон. Ну, давай, открывай. Окошки такие интересные. Форточки. А, окна не поднимаются, наверное, да? Не поднимаются. А, форточка просто открывается, да? Либо микровентиляция. Обалдеть. Вот так вот. Вот так вот. Ну, так, конечно, тут тесновато. Не, ты сказал, что тесновато. Ну, не, конечно, да. Если один сидишь, так вообще... Но стекло, слушай, здесь такое узенькое. Закрывай капот. Посмотрим обзор. Ботор слышно в салоне. Ну, в принципе, как это. А что он заглох? А, все. Теперь пока чай не попьем, он не заведется. А. Катушка зажигания перегревается. Вон, я вторую вожу. То ты что? Да. А, то есть на месте нельзя стоять, да? Ну, не то, что на месте нельзя стоять. Наоборот, постоять, он потом на холодную заводится. На горячую сейчас не заведешь. Вот смотри. Все. Ну, все, не надо. Все, он не заводится. Я пытался газовать. Да, интересная машина, своеобразная. Самое главное, что с характером. Да. Она чуть-чуть покатается, а потом отдыхает. Все-таки негоже ей в таком возрасте это. О, ни фига себе, тут еще и Хонда. Хонда. Я тебя и не видел. Она так спокойно сидела сзади. Посмотрите. Посмотрите, хороший какой. Замечательный сахар оригинальный. Во Франции такого не сыщешь. Вон, видишь. Ну, слушай, даже не гнилой, да? Ты посмотри, а? Обалдеть. Ну, он всю жизнь в теплом гараже. Да? Обалдеть. У Бромана сейчас пока не в теплом гараже, но это не правая ситуация. У Бромана сейчас он все исправит. Будет сыром стоять. Ну, блин, а ручки такие маленькие. Оп-чук. Ну, сзади, конечно, тут, да. Ты тоже хорошо помещаешься. Ну, да. В тесноте, да не в обиде. И, главное, диван. Смотрите, какой интересный, да? Такой просто пружинки натянуты, да? Ну, блин, классная тачка. Летний такой, летний вариант. Еще верх у него открывается, да? Это не оригинальный этот. Тент, да? Верх, да, не оригинальный. Уже перешел. Блин, слушай, если дождь пойдет, наверное, капает, да? Там резинка должна стоять. Вот она выскочила. Вот. Она вот сюда, наверное, должна еще, да? Она вот здесь стоит по канту. Там сверху. А, и она должна вот сюда защелкиваться еще, да, наверное? Да, она и защелкивается. Ну, видишь, потеряно тоже крепление. Ну, у нас... Короче, блин, да. Короче, это практически мотоцикл. Если крышу снять, одеть шлем, будешь как на мотоцикле. Ну, сделалось, как зонтик на колесах. Зонтик с моторчиком. Зонтик с моторчиком. Ну, не еще так. Он жиденький, вон, видишь, весь такой, ну, металл. Там совсем... Ну, да. Ну, конечно, это же мопед, блин. Колеса такие. Слушай, а колеса, смотри, 125, R15. Какие тоненькие-то, а? Е-мое, ничего себе. Размер этой дошатки. Ну, да, где такие колеса-то взять? Это еще оригинал. Мишелин. Вот так. Хонда. Ну-ка, не хулигань. Да. А-а-а. А тут уже другая колеса стоит. Другое я поставил, да. У тебя еще запасные колеса есть? Да. Четыре штуки. Обалдеть. Слушай, ну, ничего такой СОСТ. Прям СОСТ, да. СОСТ вообще прям, все как вот, все как прям, новая машина практически. Ну, ее красили, наверное, освежали, да? Освежали, вон, видишь, плохо тут освежили. Вот эти тоже колхозные, не должно быть вот этих отверстий. Я не знаю, чего они, что тут крепили. Что-то тут было. Зачем, для чего. Может какие-то стояли. В оригинале не должно быть такого. Да? Интересно. А дворнички-то какие детские. Маликусенькие. Первые модели там вручную должны эти дворники. Ага. А тут уже работает, да? Тут уже моторчик. Ну, зеркала как на мотоцикле, блин, четко. Причем одинаковые. Тут нет правого зеркала, левого, они одинаковые. Прикольная тачка. Так же как фары. Ага. Габарит видишь с одной стороны. Так. Фары, кстати, это, между прочим, ограниченная серия вот этого Citroёна с прямоугольными фарами. Ага. Такой автомобиль снимался в саге про Джеймса Бонда. Да? Да, там одна серия была. Ну, короче, таких автомобилей всего два. Один у Ромы, второй у Майкла Джексона. Нет, серьезно, с квадратными фарами была узкая серия. Ну что, отличная тачка, ребята. Ставьте лайк, кому понравился мега-супер автомобиль Citroёn. Кстати, смотрите, на втором плане вон там кладбище Citroёнов. Блин, они уже померли, а эта тачка еще нет. Ха, класс. В 38-м году первая с конвейера. А это какого года? Это 86-го. 86-й год, ребята. Чтоб я так жил, а? Кадет был 86-го года, сгнил и развалился весь. А тут Citroёn в идеале. Класс!